Кому из вас знакома ситуация, когда ложишься спать и думаешь, ну все, с завтрашнего дня я проснусь в 7 утра, а лучше в 5, сделаю обязательно зарядку, выйду на улицу, подышу свежим воздухом, может быть пробегусь, поподтягиваюсь, ну как минимум похожу, обязательно съем полезный завтрак, который состоит из овощей и зелени, без всякой колбасы сладкой и так далее, пристану есть сладкое, но наступает утро и вы еле просыпаетесь, вы вообще не выспались, целый день в общем вы ходите, заморачиваетесь, что-то то не успели, это не успели, там не сделали, а в итоге под конец дня вы думаете, да блин, почему у него получается, а у меня не получается. Всем привет, меня зовут Сергей Панаков, я мотиватор на этом канале и Коуч Практики, мы с вами поговорим сегодня на тему лени и как эту лень побороть, смотри до конца, побежали. Я хочу начать с плохой новости, мотивация она не работает, нет, конечно вы можете со мной не согласиться, и может быть я отчасти даже чуть-чуть перебарщиваю, мотивация, конечно, работает, но мотивация это такой сиюминутный всплеск. В долгосрочной перспективе, конечно, мотивация не так работоспособна, как мы хотели бы. Что я имею ввиду, например, вот вы включаете ютуб канал, да, там, либо какую-то другую площадку, смотрите на вашего кумира, да, то есть, например, на меня и думаете, вау, вот Сергей молодец, красавчик, занимается, а я, наверное, тоже буду заниматься, но наступает утро, там уже нужна не мотивация на следующий день, а на следующий день начинается такая вот нудная, монотонная работа. Конечно, ее можно поддерживать мотивацией ежедневной, и за ней я вас приглашаю в чат, телеграмм, путь победителя, там целая команда работает на то, чтобы ежедневно вас мотивировать, что-то делать, несмотря ни на что. Обязательно проходите. Но по факту, да, если быть, ну, действительно, если вот все карты вот открыть, что монотонная работа, она настолько сложная, что порой даже вот ежедневная мотивация не помогает. Здесь, конечно, надо в голову себе вбить, знать, захотеть свой результат, который ты хочешь, и нудно к ней идти. Но самое плохое, что можно подумать, если у тебя не получается, например, там, на второй, на третий день, и ты, то есть, все равно не просыпаешься, да, с утра, не занимаешься собой. Самая страшная мысль, которая тебе может прийти, это сказать, ну вот, со мной что-то не так. Почему он хочет и делает? Почему она не хочет, но делает? А я хочу, но не делаю? Здесь, наверное, есть несколько ответов на этот вопрос. Возможно, скорее всего, это, ну, одно из первых, усталость. Усталость физическая, моральная. Ну да, так бывает, устали. А еще бывает придуманное понятие хроническая усталость. Многие этим начинают злоупотреблять, так сказать, да, то есть, вот, мне хроническая усталость, не хочу, и так далее. На самом деле, то есть, ничего такого страшного в этом нет. Действительно, если ты устал, ну, да, стоит по телению, да, как говорится, отдохнуть и прийти, то есть, по форме. Следующая причина, да, то есть, почему ты не можешь взяться за дело, то есть, да, за это нудное, потому что, возможно, ты поставил себе слишком большую задачу. То есть, нет, я не говорю, что большие задачи не стоит ставить. Здесь мы говорим маленько, то есть, о другом. Большую задачу нужно ставить, но ее нужно, знаете, то есть, разбить на несколько маленьких. В понятии тайм-менеджмент, то есть, есть такое определение съесть слона. За раз мы слона не съедим, но если мы слона, то есть, разделим на несколько частей, то по чуть-чуть мы можем его съесть, осилить, и, в принципе, это легко. То есть, если, например, мы сейчас находимся в точке А, мы себе ставим точку, там, пусть будет Y, да, то есть, но чтобы до Y дойти, нужна точка B, C, D, E, F, G и так далее. То есть, ставим в себе маленькие цели, маленькие шаги, постепенно их выполняем, и мы не успеем оглянуться, как мы уже, то есть, добьемся той или иной цели, то есть большой. А следующее, что нам может мешать, это, пожалуй, критика. Но знаете, самое страшное не просто, когда мы видим, читаем со стороны где-то критику, а когда это делают наши родные, близкие, которые до чего, куда ты делаешь, да у тебя ничего не получится. Нет, ну все, уже смирись, все, вот ты такой, какой ты есть. Вот такая судьба, вот так вот с тобой распорядилась. Вот поэтому терпи, будь терпилой, да, как говорится. Но знаете, здесь тоже есть несколько вариантов. Самое главное, ребята, не предавать свое мнение, не предавать себя, потому что если ты предашь себя и поведешь, как говорится, на чужую критику, ты себя будешь карать, ты себя этого не простишь. Ты будешь себе говорить, ну почему ты вообще, то есть, я так сделал. Поэтому здесь, очевидно, да, тоже не слишком сложно. Собираешь всех родных, там, близких, кто тебя критикует, говоришь, что я знаю, вы меня любите, вы это все говорите из любви ко мне, я вас тоже люблю, но также люблю и себя. Поэтому, пожалуйста, остановитесь, я буду делать то, что я запланировал делать. У меня это обязательно получится. Если не получится, ничего страшного нет. Вот, как-то так. Следующее, наверное, это лень. Надо понимать, почему, то есть, в принципе, у нас есть лень. Если раньше мы с вами обсудили то, что, например, почему может быть лень из-за каких-то незнаний, куда я иду, вдруг у меня не получится и так далее. Но также лень может быть, знаете, без нашего личного опыта. Когда наш мозг, нам говорил, мозг, наш личный критик, говорит, что помнишь, когда ты что-то уже делал, у тебя не получилось, и насколько это было сложно обратно выкарабкаться. Но здесь есть, ну, очевидно, что если оно такое было, плохое, да, что-то происходило, то нужно все-таки собраться, проанализировать, почему то плохое произошло, если оно произошло, и сделать, то есть, подредактировать и сделать наоборот, сделать по-другому. И обязательно все получится. Ну и самое главное, наверное, да, как побороть лень. То есть, в принципе, из-за чего это видео и затевалось. Я дам несколько способов, которые помогают мне, помогают другим людям. Возможно, несколько, некоторые из этих способов вам обязательно тоже помогут. Первое. Первое – это поставить себе какую-то большую цель. Большую цель. И самое интересное, что не просто поставить цель, а почему ты хочешь этой цели добиться. Ради кого-то, может быть, или ради чего-то. То есть, например, ради моей мамы, ради папы, ради детей и так далее. То есть, обязательно вас будет это мотивировать, потому что вы не просто, то есть, освоясь, поставили какую-то цель. Хочу, то есть, научиться ходить, бегать и так далее. Извините за такие примеры, потому что они близки просто ко мне. Ну, каждый там свои примеры, да, есть. Заработать что-то там, что-то еще. Вот. Ставьте цель, почему вы это хотите, ради кого, и вас это мотивирует. Следующее, пожалуй, наверное, тоже одно из действенных способов – это найти себе пример, то есть, каких-то людей, которые это уже добились. У нас сейчас век 21-й. Сейчас есть интернет и огромное количество открытой информации, много книг, много всего полезного, то, что ты хочешь найти, ты обязательно там идешь на просторах интернета, там есть все. Открываешь какую-то книгу биографии человека, не знаю, там Шварценеггера, Дональда Трампа, Джеки Чана, какие-то из российских очень интересных людей, да, которые определенно чего-то добились, то есть, и почему они это добились. Конечно, мы можем кого-то знать, но знать на поверхности, да, то есть, и думать, что, скорее всего, этому человеку, ну, повезло и так далее. Но если мы открываем биографию, да, определенного человека, ну, например, взять того же самого Джеки Чана. Джеки Чана в детстве продали родители, потому что у них не было денег. И в итоге, ну, к чему он пришел, к тому пришел, благодаря, то есть, своему стремлению и желанию. Ну, и, пожалуй, самое главное, ребят, обязательно хвалите себя. Просто за то, что ты проснулся и почистил зубы, ты уже красавчик. Подойди вот с самого утра, вот, возьми и сделай себе какую-либо похвалу. Сначала ты хвалишь себя за какие-то маленькие поступки, далее ты входишь во вкус и обязательно хвалишь себя, то есть, все больше и больше. Это привычка. И тебе самому, то есть, с каждым днем, хочется делать все больше и больше. Ты свой самый лучший друг. Не кто-то, а именно ты. Жизнь начинается с тебя и заканчивается она тоже тобой. Поэтому будьте самым большим своим другом. Любите себя, поддерживайте себя. И больше всего вы поддержки и любви еще найдете на этом канале. Поэтому подписывайтесь, если еще не подписались. Очень огромная поддержка вы увидите в чате, телеграмме, путь победителя, ссылка в описании. Подписывайтесь, если не подписались. С вами был Сергей Панаков. Я верю в вас больше, чем вы в себя верите. Вы можете больше, чем вы думаете. Всех обнял. До встречи.